Всем тихой ночи. Миссия фонда SCP состоит из трёх слов. Secure Contain Protect, а значит объект надо захватить, содержать и защищать. Обычно организация так и делает, но иногда для собственной безопасности и сохранения нормальности мира, аномальные артефакты приходится уничтожать. В этом случае за работу берётся департамент списания. Департамент списания появился после уничтожения первой версии SCP-083. Сейчас 83 номер имеет аномальный заброшенный дом, но когда-то под таким обозначением можно было увидеть гуманоида, фактически являющегося классическим вампиром, с набором способностей прямо как у Дракулы, со страниц романов Брэма Стокера. Будучи сильным потусторонним существом, он представлял значительную грозу безопасности людей, часто нарушал условия содержания, а для этого самого содержания ему приходилось жертвовать людей. Это, конечно, очень неэтично, поэтому его было решено уничтожить. Его устранение стало настоящей катастрофой. Доктор Кондраке, руководивший этим процессом, чуть не разрушил главную зону SCP под номером 19, а также освободил несколько опаснейших аномалий, например, рептилию SCP-682. Чтобы уничтожение объектов не было цирком, а также не превращалось в катастрофу, после этого события был создан департамент списания. Работы у него оказалось немало. Например, старая версия SCP-4456. Это был испанский галеон 16 века. Корабль-призрак без единого члена экипажа, при этом способный самостоятельно двигаться и стрелять из своих пушек. И он такой не один. Каждые несколько дней появляется новый экземпляр объекта. Таким образом, SCP-4456 стремится создать настоящий флот кораблей-призраков. Избавиться от лишних копий можно, если нагрузить такой корабль золотом, серебром или драгоценными камнями в достаточном количестве. Тогда он пропадает. При этом Испания в прошлом становится богаче ровно на эту сумму. Интересно, что в прошлом корабль также находился на содержании у компании-собирателей морских аномалий. Необычный груз. Они описывают необычные свойства корабля как способность исчезать и вскоре появляться с грузом серебра. Руководитель проекта SCP Кевин Болт даже начал оставлять записки на этом корабле и таким образом смог вступить в переписку с людьми из прошлого, из необычного груза. Однако против содержания такого объекта со стороны SCP выступили сразу несколько департаментов. В их числе был финансовый, потому что где брать столько драгоценностей? И департамент аномалии времени, ведь неясно к чему может привести такое изменение прошлого. Возможно это создаст какой-нибудь парадокс. Если же не грузить корабли золотом, рано или поздно их образуется целый флот, что также несет некоторую угрозу. Свежесозданный департамент списания взялся за работу, и на удивление сработала самая простая идея. Оказалось, что корабль вполне себе поддается разрушению, так что он был разобран, а все его детали были сожжены. Пепел спонтанно исчез, а аномалия больше никогда не появлялась. Номер SCP был освобожден для другого объекта. После такого успеха Кевин Болт стал постоянным директором департамента, а класс списанный появился в классификации объектов, наравне со всеми прочими. Кстати, про то, как этот Болт стал сотрудником фонда и продвигается по карьерной лестнице, есть отдельная серия рассказов, показывающая внутреннюю бюрократию фонда. И этот Кевин Болт прошел довольно большой путь, изучил множество объектов перед тем, как оказаться в кресле главы департамента. И почти сразу этот департамент втянулся в интриги мира SCP. Однажды начала появляться аномалия, поставленная на содержание, как и SCP-5559. Суть аномалии в том, что в разных неприметных местах внезапно в один момент появляются рестораны под названием «Закусочная Итана». Не самая в целом срочная работа для фонда. Однако на одного из агентов организации вышел представитель группы ресторана «Имброуза», владеющей сетью межпространственных заведений, предлагающих аномальную кухню для оценителей. Сам лично Чез Имброуз пришел на переговоры с фондом SCP и договорился о том, что их рестораны будут действовать только в аномальных пространствах, в обмен на то, что фонд SCP уничтожит SCP-5559 «Закусочная Итана». От одного из работников, поставленной на содержание «Закусочной», удалось получить информацию о том, где находится их руководство, и, конечно же, туда направилась МОК фонда вместе с Имброузом. В указанном месте оказалось большое темное помещение. Когда свет включили, оперативники SCP увидели, что вокруг них полно вооруженных людей, и они в засаде. К ним вышел сам владелец «Закусочных Итан», но вместо расправы предложил кулинарный поединок с Имброузом. Поединок Итан в итоге проигрывает. Имброуз оказывается лучшим поваром, чем владелец «Закусочных», и тот согласился свернуть свой аномальный бизнес, после чего все экземпляры SCP-5559 пропадают из реальности, а объект становится списанным. SCP-5559, однако, не был удален из базы данных фонда, ведь он не был уничтожен насовсем, и просто имеет приписку «Д». И это не единственный случай, когда списанный объект остался в основной базе SCP. Есть вот еще объект с номером 4659. Суть аномалии в том, что на различных компьютерах и онлайн-ресурсах появляются кинообзоры, которые ведет гуманоид, явно не являющийся человеком. С одной стороны, не самая удивительная аномалия. В конце концов, это всегда можно объяснить человеком в причудливом костюме. С другой, эти видеозаписи распространялись абсолютно неконтролируемо. При этом ведущий, кроме того, что сам был существом из иного измерения, так еще и раскрывал разные подробности аномального мира, что несло угрозу самой тайне существования потустороннего. Департамент списания получил задание, чтобы такое прекратилось. Отдел списания поначалу не знал, что и делать. Добраться до автора этих видео не представлялось возможным. Но затем сотрудники отдела обнаружили, что у иномирного блогера есть почта для обратной связи. Ему начали писать туда негативные отзывы о творчестве существа и невыполнимые пожелания. В итоге он прекратил выпуск видео. Затравили его, значит. Все эти случаи можно назвать забавными, но нередко отдел списания сталкивается с довольно сложными в моральном плане задачами. Например, с устранением аномальных людей. И да, это один из тех случаев, где фонд TCP показан максимально злодейской организацией. В 2018 году где-то на Шри-Ланка случилась автокатастрофа, когда одного из пострадавших 16-летнего парня доставили в больницу. Оказалось, что его раны заживают с невозможной для человека скоростью. Такого пациента вскоре перевели в другую больницу, представляющую подземный комплекс. Пострадавший попал в просторную палату со странным номером. SCP-5398 Поначалу новый человек на содержании не особо интересовал сотрудников фонда, но его свойство восстанавливаться после любых повреждений оказалось довольно примечательным. С ним начали проводить разные эксперименты, и со временем они зашли слишком далеко и становились все более жестокими. В одном из них подопытному ввели инфекцию, с которой его способности не смогли исправиться, но и убить его болезнь также не смогла. В итоге SCP-5398 не смог восстановиться и постоянно страдал. Тогда комитет по этике обратился в департамент списания, который выполнил свою работу и нашел способ убить пленника фонда. Кроме того, был разработан более гуманный протокол исследований людей с подобными способностями, который применялся впоследствии несколько раз. В дальнейшем фонд SCP увлекся самим по себе свойством аномальной регенерации, и даже запустил проект Астеария. В ходе серии экспериментов с добровольцами выяснилось, что искусственно дать такое аномальное свойство человеку нельзя, а результаты с добровольцами проекта оказались не слишком хорошими. Одна из них, женщина по имени Шарлотта, вместо того, чтобы приобрести силы, связанные с регенерацией, начала размножаться процессом, похожим на деление. Это теперь называется SCP-5932. Когда экземпляров объекта стало уже 64, лишних начали убивать. Однако каждая копия обладала полноценным сознанием, и это было признано неэтичным. И тогда в дело вступил департамент списания, который просто убил все экземпляры. Причем вся суть этого объекта не в том, чтобы показать, какой фон злодейский, а в размышлениях самой Шарлотты. О том, что от нее вообще останется, если она постоянно делится. И после длительных размышлений она приходит к тому, что ничего. Впрочем, иногда отдел списания терпит неудачу, когда встречает аномальных людей. В 2014 году в Шотландии внезапно материализовалась целая деревня. В ней было 43 жителя. Все они вели себя мирно, но каждый из них обладал аномальными способностями, и мог изменять реальность вокруг. Деревня эта стала называться SCP-6244. На ее территории, на удивление, был найден флеш-накопитель с документами фонда из какой-то другой параллельной вселенной. Изучение этих файлов показало не только то, что эта деревня путешествует по мультивселенной, покидая гибнущие миры, но и в одном из таких миров фонд SCP, используя свой департамент списания, пытался этот населенный пункт уничтожить. Решение это было принято не просто так, ведь с появлением странной деревни в том мире начали происходить разные события, повреждающие реальность. И эти события были связаны со странным культом аномальной деревни. Отдел списания, видя, что их мир буквально разваливается на части, решил просто убить всех жителей, отравив их газом. Но когда сотрудники фонда приблизились к объекту, его жители открыли портал и ушли в иное измерение. Так они и кочуют из одного мира в другой. И теперь, похоже, прибыли в такое измерение, где у фонда SCP просто нет департамента списания, а сама организация занимается только захватом, содержанием и защитой аномальных объектов. Такой вот в фонде SCP есть отдел, тот, в который приходят представители других частей организации с неразрешимыми проблемами. При этом сами тексты про эту часть фонда скорее про бюрократию и рутину большой организации, чем про какие-то свершения. Всем пока!